Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как поддержать сына, какие-то непонятные отношения с девушкой? Или не вмешиваться? Оба студента год назад ушёл жить к ней, хотя я была против, чтобы ходила так рано, когда ещё можно с мамой пожить. Вот пойдёшь на работу и живи. Ну, ушёл. А тут вернулся, живёт дома. К ней на выходные ходит. Мне не нравится, что она его позовёт, он бежит, он красивый парень. Ну, а кто меня слушает, вот смотрю, он дома, хочу его поддержать, но как это сделать, чтобы он опять в штыки не принял меня? Если бы папа был дома, он бы посоветовал, но муж, увы, принял решение уйти в другую семью. И я одна варю со своими переживаниями из-за детей. Вторая дочка со мной делится, а сын нет. Как быть? Такой у нас вопрос. Ну, я могу сказать здесь, что ваше желание... Понятное. Переживания за детей. Так же понятно совершенно. То, что вы переживаете за своего сына. И хочется сказать, что вы большая молодец, что несмотря на то, что были против, судя по всему, они стали как-то вот это, скажем так, продавливать, да? А, в общем-то, все равно позволили сыну сделать то, что он хотел сделать. В этом плане вы, на мой взгляд, большая молодец, потому что, ну, по сути, вы как-то вот, получается, через себя переступились, да? Вот, вы, получается, позволили сыну это сделать, и вы в этом плане большая молодец. Ваши переживания, на мой взгляд, за вашего сына нужно, я бы сказал, как-то оформить. То есть необходимо, чтобы они были более оформлены. А сейчас они, как мне видится, к сожалению, не оформлены. То есть переживания за вашего сына, это что такое? Ну, вот, буквально, что это такое? О чем конкретно вы переживаете? Чего вы для своего сына хотите? Вот, на этот вопрос вам нужно ответить. Самой, хотя бы, самой. И, поскольку переживания ваши, то нужно увидеть вашу субъектность. То есть это, иными словами, то, что связано непосредственно с вами. Я как? Связано с этими переживаниями. То есть одно дело, если я хочу чего-то для сына. Это одно дело. Один момент. И другое дело, если я хочу чего-то для допустим, себя. Вот. Понимаете, да? Понимаете, да? То есть вам необходимо это позже для себя увидеть. Вот. Это такой аспект. На мой взгляд. Очень важный аспект. Следующий момент. На который я хочу обратить ваше внимание. Я бы порекомендовал вам просто быть рядом с своим сыном. Просто разговаривать с ним. Просто делиться с ним тем, допустим, что происходит с вами, тем, допустим, что вы сами чувствуете и ощущаете. И просто как-то вовлекать его в вашу жизнь. Вот. И быть готовым, собственно, к тому, чтобы принять все, что он вам так или иначе скажет. А здесь я хотел бы уточнить еще такой момент, который, на мой взгляд, тоже является достаточно серьезным. Вы говорите о том, что хотите сына поддержать. А почему, почему вы решили, что вашему сыну нужна поддержка? Ну, вообще, как бы, как вы к этому пришли? Окей, ведь он же вас не просил о поддержке. И вроде бы он не страдает. То есть вы как-то сами здесь приходите к выводу, что вашему сыну нужна поддержка. Вот тоже довольно интересный момент. Как будто бы вы здесь решаетесь за него. То есть, возможно, ему и, ну, возможно, ему и не нужна поддержка. Вообще. Понимаете, да? Какая штука, какая штука. Поэтому очень важно на это тоже обратить ваше внимание. Я бы сказал, что еще вы можете выразить своему сыну ту часть, переживания своих, которые касаются вас. То есть, например, что-то вроде того, что сказать ему, дорогой, я за тебя беспокоюсь. Дорогой, я волнуюсь. Вот, я тревожусь и так далее. Всю ли у тебя, как бы, ну, в порядке. Хорошо ли ты себя чувствуешь. Например. То есть, как-то вот здесь постараться именно выразить свою часть переживаний с ним напрямую не связанных. То есть, не про него то, что вы хотите именно вот, чтобы он сделал. Чтобы он каким-то был, чтобы он что-то делал, чтобы он как-то себя, может быть, ну, не знаю, преподносил, да, чтобы вот он не бежал там за ней и так далее. Это, конечно, человек воспримет в штыки. А именно, свою часть переживаний. То, что касается лично вас. И вот это, на мой взгляд, конечно, было бы весьма и весьма полезно, чтобы сын увидел, что его какое-то состояние, ну, естественным вполне образом влияет и на близких ему людей. То есть, на вас. Само собой, само собой, что от сына последует реакция, ну, не обязательно такая, знаете, позитивная. Тот факт, что сын ваш воспринимает какие-то ваши интервенции по отношению к нему в штыки и говорит о том, что он как-то готов к тому, что вы, ну, посягаете на его личной границе, по его мнению и так далее. То есть здесь, на мой взгляд, нужно, конечно, проявлять осторожность и бережность к человеку. Что касается того, что вы говорите, что считаете рано, он от вас ушел. И что касается того, что он мог бы еще пожить там с мамой, то это, конечно, является нарушением личных границ вашего сына, на мой взгляд. И, на мой взгляд, если ему уже есть 18 лет, а суд, потому что вы говорите, ему уже есть 18 лет, вот, на мой взгляд, если ему есть 18 лет, он вправе решать сам, как ему действовать и как ему поступать. То есть он уже вправе самостоятельно принимать решения относительно своей жизни. Но и вы вправе не оставаться в стороне. То есть вы вправе как-то реагировать, вы вправе как-то откликаться на то, что он делает и так далее. Это вполне нормально, потому что вы его, вы его мать. И совершенно нормально, что вы вот как-то реагируете, совершенно нормально, что вы как-то откликаетесь на то, что он делает, на то, как он там, условно говоря, поступает, да, как он себя ведет и так далее. То есть совершенно нормально, что вы не можете оставаться, ну, как-то в стороне от этого. И я повторюсь, на мой взгляд, совершенно это естественно. Вот. Поэтому если говорить о том, как быть, то я бы, наверное, все-таки больше выступал бы за то, чтобы с одной стороны найти баланс между тем, что является переживаниями вашими, касающимися вас, а что является переживаниями, касающимися его. Вот. И оставить как-то только те переживания, которые касаются вас. Это, на мой взгляд, ну, просто, просто элементарно, да, честнее и более искренне, более откровенно по отношению к вашему цену. То есть если вы хотите доверия, да, если вы хотите какую-то вот открытость, то необходимо как-то вот, на мой взгляд, двигаться именно вот в эту сторону, в сторону такой вот честности, скажем, ну, скажем так, да, вот, что на, опять же, на мой взгляд, вполне адекватно. Вот. Понимаете, да? Такая вот история. Если ваши переживания достаточно сильные, то есть если ваши переживания ну, как-то мешают вам, если ваши переживания как-то влияют, может быть, на, ну, на вашу деятельность, да, на ваше, ну, на ваше, скажем так, поведение, да, если вы чувствуете, если вы чувствуете, что это прям вот оказывает влияние, то, конечно, имеет смысл поработать с психологом, да, для того, чтобы ваши переживания немножечко прожить, понять и, вероятно, как-то подкорректировать свою деятельность. Но, повторюсь, переживать за детей нормально, важно то, как вы с этим обращаетесь, судя по тому, что вы делаете, вы молодец, большая, что, несмотря на сопротивление, все равно, вот, как-то позволяете вашему сыну в данном случае поступать, какие, ну, поступать так, как ему кажется верным, вот, и, соответственно, можно совершать ошибки, на мой взгляд, на мой взгляд. Родителям сложнее всего признавать, что их дети могут совершать ошибки, могут страдать и так далее. Естественно, для психолога выглядит весьма значимым аспект, что вы не хотите отпускать своего сына. Вы считаете, что ему нужно было бы еще пожить с мамой. С точки зрения психологии, чем раньше ребенок, ну, уже взрослый человек, начнет жить сам, тем лучше для него. Но в то же время родитель сталкивается с тем, что он оказывается перед фактом необходимости жить для себя. То есть энергия освобождается, время освобождается, и это можно и нужно теперь ставить на себя, если человек не умеет это делать, или если человек как-то вот чувствует себя в этом неудовлетворенным, то, конечно, начинает приносить это на ребенка. Здесь, конечно, кроется почва для деструкций. Именно поэтому мы так, ну, реагируем, как правило, критически на подобные вещи. Хотя я и повторюсь, что это вполне естественно нормально. Вопрос в том, как человек сам с этим обращается. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, вы с этим обращаетесь неплохо. Вот. То есть если вы будете продолжать в том же духе, если вы будете так же, не смотря на, ну, допустим, свое какое-то сопротивление, да, если вы будете позволять своему сыну все равно жить своей жизнью, вам по итогу он будет благодарен. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, если не сможете, ну, если почувствуете, что переживания берут над вами вверх. Всего хорошего.